Всем привет! С вами Костя Дзю. Пропагандирую здоровый образ жизни, который идет через бокс. Бокс – это такой вид спорта, который развивает, во-первых, порядочность номер один. У нас вид такой, что у нас нельзя делать подлые вещи. Умение доводить свое дело до конца – это мы говорим как в спорте, так и перенос в обычную жизнь. Умение владеть своим телом в любом состоянии. Вас поставили в нокдаун. Это тысячи звездочек у тебя в глазах, а ты должен еще контролировать собой и своими эмоциями. Взрывная сила. Хороший боксер владеет очень сильной взрывной силой. Так называемое выражение, которое я очень люблю и для себя пользуюсь – это «Never give up». В жизни она помогает идти, достигать те цели, которые ты поставил когда-то, и не останавливаться. Любое препятствие – это не шаг назад, а шаг вперед. Но и доброта. Мы злые, с одной стороны, но я называю это контролируемой агрессией. Мы мухи не обидим. Какую цель каждый человек для себя поставил? Что он хочет добиться? Но в любом случае, что там и там – это определенный подход к своей жизни. Правильное питание, правильный сон, правильный распорядок дня. Если за ними следить, можно быть здоровым и физически сильным. Минимум 3 литра воды в день. Жидкость очень важна организму, сборной команде Советского Союза. Говорили, что много пить нельзя. Вода тебя останавливает, ты с ней очень плохо чувствовать будешь. Тяжелый становишься. Вода – это основное, то, что нужно в организме. Если, конечно, взять, выпить литр перед тренировкой, у тебя будет полный живот. Это понятно, да? И тебе будет тяжело двигаться. Но маленькие глоточки во время даже тренировки – это полезно. Второе – это, конечно, раздельное питание. Разделение между белками, жирами, углеводами. Очень много разных диет. Каждый поддерживает свою. Я просто стараюсь и практически не ем вообще ничего жареного. Я практически не употребляю жиров. Хотя бывают моменты, когда хочется кусочек сала. Если это бывают моменты, я не отказываюсь себе от этого. Но я стараюсь все-таки придерживаться здорового питания. И хотя бы полчаса в день упражнений. Когда это войдет в ритм, ты без этого не можешь жить. На хорошей тренировке ты должен спотеть очень хорошо. Я называю это «персональное удовлетворение». Когда ты чувствуешь в себе внутри что-то ты сделал, и оно вот так вот, крепко так затронуло тебя. Тогда это имеет значение.